В Тверском краеведческом музее открывается выставка рукоделия, которая объединила сразу несколько поколений одной семьи. Удивительные работы заставят вас посмотреть на вышивку и дизайн под другим углом. О том, как развивалось творчество династии, рассказывает Елена Кандидатова. Вышивка лентами, бисером, нитками мулине, крестом, создание дизайнерской одежды. Всё это о династии Рыбаковых. Рукоделие этой семьи тянется с конца 19 века и продолжается до сих пор. Сегодня творчество рода представляет Виктория Рыбакова. Мастерица долгое время работала в сфере киноиндустрии, а также театра в качестве стилиста. Делится, что создание костюмов и других работ — это её хобби, которому её приучили ещё в детстве. У меня даже есть какие-то первые мои стишки в 7 лет. Это делала моя бабушка. Бабушка мне показывала, как учила её бабушка. А та бабушка показывала, что учила её бабушку. И оказалось, что все эти небольшие салфеточки, небольшие изделия, которые складываются всего в одну коробочку, сохранились с середины 19 века. Виктория бережно хранила коробочку с работами предшествующих поколений. Она научилась искусству шитья и решила на этом не останавливаться, а развивать то, что уже было наработано предками. Виктория обучилась вышиванию бисером и стала применять это в своих работах. На представленных костюмах можно заметить переливающиеся мелкие бусинки, которые складываются в прекрасные рисунки. Как делится мастерица, многие её работы состоят из переработанных материалов, каких-то лоскутов, которые создают красивый образ. Берётся лоскутки ткани, просто режутся, делается вот такая вот нарезка или как бы печворк. Из маленьких кусочков ткани делается, видите, задняя часть одной ткани, это передняя ткань. То есть это вот такие вот нарезки. Или вот это вот матрёшки, тверской хоровод или гуляние по главной улице, это маленькие кусочки ткани, из них сделана аппликация в виде русской матрёшки. И вот люди как будто гуляют, поют, или это какой-то хоровод, или это какой-то хор. И получается вот такой вот красивый русский сарафан красный. Выставка не зря получила название «Семьи, связующая нить». Оно символизирует процесс создания рукодельных предметов, которые появляются на свет с помощью нитки и иголки, а также подчёркивает значимость династии в рамках года семьи в России. Должно быть это в каждой семье. Память, любовь, уважение. Это должно быть модным, это должно быть современным. И мы просто хотим этой выставкой напомнить о том, что вот давайте, ребята, именно так жить, вспоминая своих дедов, прадедов и как бы воспринимая их как очень трудолюбивое поколение, которое как бы дало возможность нам жить. Передаваемая из поколения в поколение традиция рукоделия бережно хранится в сердце Виктории сейчас. Она делится, что в своё время сама также учила свою дочь вышиванию, а затем посвящала в семейное дело и внучку. Семья Рыбаковых продолжает развивать историю творчества, а в 2024 году она как раз подчёркивает её особое значение. 24-й год у нас является объявленным годом семьи. И эта выставка, как нам кажется, очень органично вплетается в общую канву этого замечательного и значимого для нашей страны года. Потому как династия Рыбаковых именно династия. То есть, начиная с конца 19 века, мы можем проследить, каким образом в нашем замечательном государстве происходила трансформация вышивки. Вышивки внутри семьи. Мы можем видеть целую династию профессиональных вышивальщиц, дизайнеров. Все эти панно, картины, аксессуары и одежда выполнены несколькими поколениями одной большой семьи, которая передаёт свой талант и мастерство вот уже 200 лет. За всей красотой уникальных изделий скрывается большое терпение и кропотливая работа мастериц-вышивальщиц. Все оригинальные изделия можно увидеть в залах Тверского краеведческого музея. Показ рекомендован для зрителей от 6 лет. Познакомиться с неповторимыми работами династии Рыбаковых можно будет до 31 мая 2024 года.